Музыка Цирковые лошади умеют считать и слушаются наездника с полуслова. Во время Великой Отечественной войны эти навыки помогали животным нести фронтовую службу наравне с солдатами. Цирковые артисты входили в состав бригад, поднимали дух бойцов на передовой. Конный ансамбль ушел на фронт в полном составе, прошли всю войну, вернулись не все. Мемориал артистам, организованный в Туле в день празднования 73-й годовщины Великой Победы, стал данью памяти тем, кто уходил с манежа на фронт. Жонглеры и гимнасты становились рядовыми и разведчиками. Элеонора Вольфовская из династии тульских циркачей. Юных воспитанников подводит к фотографии своего отца. Это цирковой артист. В годы Великой Отечественной войны он ездил с фронтовыми бригадами. И вот сегодня он снова в цирке. Это мой любимый папа. Праздничные мероприятия на цирковой площади собрали взрослых и маленьких туликов. Мы пришли всей семьей, у нас двое детей, они тоже очень рады, вот и выступают, участвуют. Стихи готовили, поэтому помним, верим, гордимся нашей страной, нашими людьми. Я хочу всем сказать, кто воевал, всем спасибо. В программе и военные песни, и конкурсы, и выступления юных циркачей. Праздничные мероприятия длились весь день. Здесь же можно было и подкрепиться полевой кухней. Из парка пришли сюда сейчас к цирку, здесь тоже погулять, попробовать. Вот ребенок с удовольствием, я скажу, «Спартак, вкусно?» Ага. Кинопоказ хроники военных лет также никого не оставил равнодушным. Так что она война, она ведь осталась во всю жизнь. У всех тех, кто воевал, она, может, так сказать, ее не убьешь никуда. История артистов-фронтовиков в день празднования Великой Победы в Туле так масштабно звучали впервые. А праздник, организованный сотрудниками цирка, надолго останется в памяти туляков. Юлия Васюкова, Сергей Давыдов. Новости Тула.